Дежавю. Сценарий отравления российского оппозиционера Алексея Навального тот же, что и два года назад в Солсбери. Так считают британские медики. Заключение клиники Шарите подтверждает эту версию. Пять дней в коме. Медики из немецкого Шарите заключили. Российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом, которое поражает нервную систему. Есть очень серьезное подозрение, а именно подозрение на отравление. Это должно быть прояснено с полной прозрачностью до мельчайших деталей. Но пока мы хотим подождать и посмотреть, что определят лечащие врачи. Тем временем эксперт Королевского колледжа Лондона находит сходство вещества с новичком. Два года назад им отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Мы довольно часто наблюдаем отравление конкретных людей. Совсем недавно мы видели действия аналогичных нервно-паралитических веществ. Другой класс. Так называемый новичок. Его использовали при нападении на Скрипалей в Солсбери. А затем, конечно же, якобы здесь. Тем временем в Кремле и вовсе отрицают, что Алексея Навального отравили. Но еще раз повторяю, вещества пока не установлены. Может быть, у немцев есть какие-то данные. В этой связи, конечно, наши врачи готовы и сами предоставить образцы первых анализов. И рассчитывают, имеют в виду предложениями таким коллегам обмениваться информацией и различными биологическими материалами. Отравление оппозиционера нервно-паралитическим веществом отрицали и российские врачи из Омской больницы. Они лечили Навального первые двое суток и всячески препятствовали его перелету в Германию. И диагноз оставался у нас до конца дня, пока уже, если не ошибаюсь, часов 12 мы получили окончательный ответ и от двух лабораторий, Томской, Московской, о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты, действия яда, не выявлены. Как и в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери, выяснить конкретную формулу вещества почти невозможно. Но даже класса вещества уже достаточно, чтобы установить факт. Навального отравили намеренно. Даже если конкретное вещество пока не установлено, немецкая больница подтверждает, что там есть яд – ингибитор холинестеразы. Эти яды использовались в качестве оружия почти столетия. Европейские политики требуют от Москвы независимого расследования возможного покушения. Крайне важно, чтобы российские власти инициировали независимое и прозрачное расследование отравления Навального. Русский народ, как и международное сообщество, требует фактов. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Алексей Навальный за свою оппозиционную деятельность не раз попадал под арест. Как подсчитали журналисты Deutsche Welle, период с 2011 по 2019 год политик провел в общей сложности 474 дня в заключении. 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Он потерял сознание. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда его доставили в больницу скорой помощи. Николай Старков, Телеканал Дом.